Приветствую вас! Я думаю, что если ответить на ваш вопрос достаточно прямо, если отвечать на ваш вопрос достаточно прямо, то вам очень желательно делать то, что вызывает у вас живой обратную связь. То есть, вот именно дождь вызывает живую обратную связь. То, что вам, может быть, нравится, то, что вас привлекает, то, что вы как-то эмоционально, эмоционально именно выделяете для себя, возможно, вот об этом идет речь, вот, именно вот в этом, в этом весь смысл. С точки зрения вот прям такого, можно сказать, практического ответа, вам можно ответить так, что если вы делаете что-то, что не вызывает живой реакции, именно живой реакции, ну вот возникает очень сильная проблема. выникает трудность, трудность всегда. Соответственно, здесь очень желательно поисследовать момент такой, вот, собственно, что бы вы могли сделать, что бы вы могли сделать такого, что вот вызывало бы у вас живую обратную связь, именно живую обратную связь, чтобы вот вы прям чувствовали, что это для вас важно, что что вы делаете, что это вам ценно, что что вы делаете и так далее. То есть это вот примерно, примерно вот такая история, примерно такой ответ. Ну, а, конечно, нужно отметить, что у, допустим, в той же низкой самооценки есть практически всегда, практически всегда есть свои причины. То есть вы почему-то от себя от себя низко оцениваете. У вас почему-то она заметена. То есть это, ну, почти никогда не бывает, вот, чем-то необоснованным. Понимаете? То есть это, почти всегда это имеет какую-то причину, основание. И с этим тоже нужно подбираться. Например, например, как, на основании чего у вас формировалась ваша оценка себя. Как, на основании чего. Как правило, если имеет место быть подобного рода проблема, то вы склонны, возможно, ориентироваться чересчур, ориентироваться на, ну, на других людей. Вот. Такая проблема тоже, в принципе, может быть. Вот. Это такой аспект, такой момент. То есть это вот, если это имеет место быть, то здесь тоже с этим нужно работать. На это нужно обратить внимание, а с этим нужно работать. То есть, с одной стороны, это внешняя сторона, ну, мотивация, целеполагание, деятельность, как я сказал, да. С другой стороны, это вот, значит, ну, с другой стороны, это работа над тем, как вы пришли к данной позиции. Как и почему. Вот. Такой ответ, я понимаю, что, возможно, он недостаточно хорош, недостаточно он в полном. Вот. Но тонкость здесь вся в том, что и вы задаете свой вопрос достаточно, как бы так сказать, общее. Очень. В очень, в очень общей форме, вы задаете свой вопрос. И, соответственно, помочь вам, исходя из, собственно, той информации, которую вы предоставили, возможности не представляет. На данный момент, по крайней мере. Вот. Так. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи! До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...